Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Выживший 2015 года. Охотник Хью Гласс серьезно ранен на неизведанных просторах американского Дикого Запада. Товарищ Хью по отряду покорителей новых земель Джон Фитджеральд предательски оставляет его умирать в одиночестве. Теперь у Гласса осталось только одно оружие – его сила воли. Он готов бросить вызов первобытной природе, суровой зиме и враждебным племенам индейцев, только чтобы выжить и отомстить Фитджеральду. Замерзшее 2010 года. Не всматривайтесь в бездну, иначе бездна начнет всматриваться в вас. Три молодых человека – сноубордисты и лыжник, и даже не подозревали, как это может быть в реальности, и какой чудовищный кошмар ожидает их. Они застревают на подъемнике, и веселый вечер в заснеженных зимних горах превращается в ад. Жуткий холод и обжигающий ветер несут гибель несчастным, оказавшимся в ловушке на огромной высоте. Время работает против них, никто не придет на помощь, ведь горнолыжный курорт закрыт на несколько дней. Остается одно – спасаться самим. Но чтобы спастись, нужно победить ужас этой ночи. Весь ужас. Клаустрофобы получив от таинственной организации приглашение сыграть в квест, победитель которого получит солидную сумму, шестеро незнакомых между собой людей решают попытать удачу. Но совсем скоро им становится понятно, что их выбрали для игры не случайно. Задания не такие безобидные, и им грозит вполне реальная опасность. Оставка в игре – их собственные жизни. Прорыв. История чудесного спасения 14-летнего Джона, который провалился под лед в озеро Миссура. Когда мальчика доставили в больницу, он более часа не подавал признаков жизни. Его мать Джейс, не смирившаяся с потерей сыра, призвала на помощь всю свою веру и любовь. Тлизавра. Земля уверенно движется навстречу глобальной экологической катастрофе. В одной части света все живое погибает от засухи, в другой разбушевавшаяся водная стихия сносит города. Близость катастрофы внуждает ученого-климатолога, пытающегося найти способ остановить глобальное потепление, отправиться на поиски пропавшего сына в Нью-Йорк, в котором наступил новый ледниковый период. Дриф. Группа приятелей собирается вместе, потому что один из них празднует свое 30-летие. Они арендуют яхту и выходят в окрытое море. Они начинают купаться, и только когда все уже попрыгали в воду и, накупавшись, захотели обратно, обнаружили, что забыли спустить лестницу. Теперь никто не может попасть обратно на яхту, потому что ее борта слишком высоки. Битва вокруг жизни и смерти разворачивается на море. Кто же доживет до конца этой страшной поездки? На глубине 6 футов. После окончания блестящей спортивной карьеры, Эрик Лемарк, олимпийский чемпион по хоккею, уже не может жить без адреналина. Теперь драйв он находит в наркотиках и сноуборде. Когда лыжный патруль в горах Мамос закрывает все трассы из-за надвигающейся бури, Лемарк решает сделать последний спуск и оказывается в смертельной снежной западне. Баус, владелец почтовой империи, чтобы научить ленивого отпрыска по имени Джеспер Уму-Разуму, отправляет его на крайний север, в город Смиленсбург. Тот должен организовать там почтовое отделение и за год обработать не менее 6000 писем. Холодное сердце 2013 года Когда древнее предсказание сбывается и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев, принцесса Анна, отважный Кристоф и его верный Олен Свен, отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая может снять со страны леденящее заклятие. По пути их ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений. Встреча с мистическими троллями, знакомство с очаровательным снеговиком по имени Олаф, горные вершины покруче Эвереста и магия в каждой снежинке. Анне и Кристофу предстоит сплотиться и противостоять могучей стихии, чтобы спасти королевство и тех, кто им дорог. Альфа 20 тысяч лет назад Земля была холодным и неуютным местом, в котором смерть подстерегала человека на каждом шагу, а жизнь зависела от того, удалось загнать добычу или нет. Молодой охотник из племени, который по уровню жизни и культуры был одним из самых развитых на планете, оказывается один на один с рожденным миром, полным смертельных опасностей. Ему предстоит взглянуть в лицо своим страхом и найти дорогу домой, и, возможно, от исхода его путешествия зависит судьба всего человечества. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!